Хочу вам рассказать про хозяйку денежного дома, как ее притянуть к себе. Вы берете рабочую монету, ну, наверное, рекомендую 10-рублевую монету, которая уже была в употреблении. Кладете ее на сутки в соль, затем достаете, кладете на белый чистый платочек и произносите такие слова. Ходила я в Первый мир, в добрые люди, в Божий храм. Теперь сижу дома, жду гостей. Заходите, гости дорогие, рубли червонца. Будьте как дома, живите долго. То есть, ну, с такой вот, прям вот, радостью говорите, с улыбкой. Хочется улыбаться в этот момент. После этого аккуратно заверните свою денежку в эту, в золотую бумагу, после белой, да, в золотую бумагу, или в какой-то яркий раскуток наш, эти, можно в красный, да, и положите туда, где вы держите деньги или где сейф там у вас, или документы. И теперь в вашем доме есть хозяйка. Значит, в этом доме всегда будет достаток. И если у вас затерялся какой-то документ, эта хозяйка всегда вам поможет его отыскать. И обратитесь в такую ситуацию к ней со словами, или денежки перестали там что-то течь. Матушка-копейка, называйте полное название документа или ситуация, что там у вас произошло. Перез просьбой о деньгах к ней обращайтесь. Матушка-копейка, позови гостей в дом. И называйте сумму, которая вам нужна в пределах разумного, конечно. И когда кладете в сейф или шкатулку, где живет вот эта вот копейка, новые денежки, да, обязательно попросите ее. Это тоже важно. Матушка-копейка, прими гостей, потому что она там хозяйка. А когда берете денежки из своего денежного дома, да, ну, лучше всего сейф прям подходит. Гости дорогие, возвращайтесь скорее обратно. То есть это такая сказочная как бы штука, да, поэтому она вызывает улыбку. Но у нас сказки ведь просто так не приходят. Это все из маловы строится. И вообще сказки почаще смотрите. Я вот лично каждое утро смотрю старые мультики. Не вот эти вот диснеевские, а старые мультики. Они всегда обучают чему-то. Занимайте меня, просто прислушайтесь к ним. Субтитры создавал DimaTorzok